вот теперь и вот теперь и не знаю потому что по идее должна быть по идее трансляция идет да у меня что-то начало наконец-то будет смешно это если это предыдущая трансляция которую мы установили и людям придется ждать еще раз ладно снова поздороваемся всем привет меня зовут амика и со мной сегодня сидит кристина всем привет она же будет с вами разговаривать комментировать ваши вопросы и ответы сегодня мы играем в игру которая называется бастион это предшественница игры транзистор точнее эта игра тех же разработчиков который вышло немного ранее нам очень понравился транзистор мы вместе с его прошли наверно бастион проходить не будем потому что эта игра очень длинная сколько бы я не читала они это все пишут что она очень длинная и мне нужно от вас чтобы вы мне сказали как меня слышно как слышно кристину и как слышно игру слышно ли ее вообще по идее должно быть мне кажется просит меня на пол экрана нет не надо но у нас он теряется вообще знаешь нужно как делают некоторые стриме в общем себя на весь экран и а игра на малюсенький да игра где-то в маленьком экране вот сбоку вообще как нафиг нужна которая ну почему неплохая концепция можно пробовать как-нибудь обязательно в купальнике тут есть обычные режимы простенький а так мило то есть нет хардкора давай простенький нет на самом деле ну не упрощай себе жизнь черт я хотела хотя бы чтобы выигрыш было что старт аэх нет ну что история началась он тут пишет то что меня отлично слышно это так приятно слышать слава богу могу зато попиарить наушники это кстати наушники от sony которые беспроводные я уже себе сделала подарок на новый год сколько они стоят достаточно то есть именно от sony от sony или вот который для playstation но который для playstation я покрупнее сделаю для людей ну как бы там на коробочке был написан там ps4 ла 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 ну по сути ps4 соединяются любые я так поняла наушники ну вообще да но я просто решила то что ради игры в чужой вот пыли во все остальное можно и да пожертвовать немножко денег на нормальные наушники и микрофон ну и плюс я куда-то делал свой микрофончик маленький от ps4 который прилагался изначально консоли ой да они где-то валяется тоже ну вот да я его куда-то дело как вот пики эту демку с наушнику надо проходить наушниками вот как бы да игра кстати на геймпаде а так интересно автор то есть нет гола за кадром рассказывает все что делал то есть вот он проснулся когда я встала на противо я все раздолбила просто собой все что было на карте я все разрушила маленьким мальчиком если свойствует в сфу мы хотим дать теперь слушать себя со стороны по уму все же не очень да нет нормально немножко лучше мне кажется обидно земля прямо из неба появляется и вообще все так ну давай я может быть поменяю быстренько да нет все хорошо серьезно серьезно все хорошо не знаю почему дикат говорит на самом деле я наверное попробую себе немножко погромче сделать так аудио попробую сделать это вот так и меня слышно по идее должно быть я поменяла микрофон у меня тут несколько микрофонов подсоединено я попробую что говорят поздравляю с нас наступающим вас тоже ребят надо было новогоднюю шапочку одеть серьезно сейчас я а я ее найм не найду черт ладно 5 секунд о господи попросила бы катаем ее найти черт ладно а 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 Родители довольно, ну, клёвые, скажем, молодые душой, вот, и я позвала друзей, ну, не всех, парочку, кому не с кем было отмечать Новый Год, и мы отпраздновали довольно-таки неплохо, и, в общем, такой у меня получился смеш, я не знаю. А родителям-то понравилось? Да, родителям тоже вроде весело. Так, мне дали арбалет. Я немножко болею. Да, мы все сейчас немножко болеем, я хочу. Да, буду покашлять слегка. Я тут просто пока всё колвашу, просто всё, что под руку попадается. И мне такой голос за кадром. Он, типа, высвободил всю свою ярость. Ой, как туда попасть, интересно. Ну, это, я так понимаю, экшен-рпг в реальном времени. А потом он разбился насмерть. Это ты сделал, или это сюжет? Молодец. Это я. Ну, то есть, тут, как бы, голос за кадром, он реагирует на твои действия. Ну, типа, а потом он разбился насмерть. И потом, just killing, just killing. Ну, мне интересно было, можно запрыгнуть на эту штуку, или это просто, ну, украшение. Оказалось, это просто украшение. Я какие-то синие штуки собираю, не знаю, кристаллы. Когда я всё разбираю... О, Кузьмич пришёл. Поздравляет наш с наступающим. Кузьмич, привет. Привет, Кузьмич. Ты опять нас не слушаешь, ты просто в чатике пришёл поговорить, да? Ну, пусть общается с народом, нравится. Он просто раз так делал. Ну, и пусть. Кузьмич! Хочется поговорить с людьми, человеку. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Кузьмич, бросай свои хердстоуны, или что-то там, или Вовку. Пошли к нам. То есть, не в Бастион, а вообще играть нормальные мультиплеерные игры. Колду? Да, хотя бы. Колду, Battlefield, всё что угодно. Вот. Потому что я устала. Мне каждый раз на почту приходит сообщение, что Кузьмич играет. Хартстоун? Да нет, в Вовку он сейчас играет. А. И, собственно, присадиться никак, и грустно. Ну, так написал бы ему у Стиме. Пошли бы вместе в Колду вечером. Вот он тоже пишет чатики, давай вечером в Колду. А-ха-ха, сейчас он ещё и послушает. Вечером, у нас уже вечер. Но он умеет тут с другой вечер. Ух ты, ищет. В ночь перед Новым Годом. Да не, я думаю, сегодняшний, у него чуть позже время. Так, удерживайтесь, чтобы защищаться. Ну, тут... А, пишет то, что на этот раз нет, он всё видит. Слава богу. Ха-ха, чёрт. А, ну... Тут пишет Амика даёшь да там в стрим, но я думаю, никто этого не хочет. Ноу, нет. Нахер. Хм, ну чёрта. Ну да, зачем? То есть, смотри, тут игра более, знаешь, диаболоподобная мыши кликовая, чем транзистор, где была пауза. Ну да, там всё же это... Ну, это скорее реально... В реальном времени РКГ. А там... Давалось временное раздумие, так сказать. Ага. Не помню, как это называется точно. Игра с паузой, я не знаю. Не-не-не-не-не-не-не-не, есть термин. Как бы для этого. Я просто, к сожалению, не помню, что там происходит. Ох ты ж, ёжик! Ох ты ж, ёжик! Тут чё-то какой-то ад. Ёжик. Тут Кузьмич спрашивает, ты научилась играть-то в колду? Нет! У меня, кстати, колда единственная игра, в которую я не могу научиться играть. То есть... Чё там играть-то? То есть, прям вообще... Обычно я всегда, собственно, как Кузьмич сам, нублю-нублю сильно вначале. Но потом... Что? Мне так нравится, как это звучит просто. Нублю-нублю. Нублю-нублю? Да. Но потом более-менее... Ну, хорошо всё получается. Но в колда мне не даётся прям совершенно. Так попроси сильных мужчин научить играть тебе. Ой, куда я? Я не хочу туда, я хочу обратно. А, это я в окошечко посмотрела. Я так поняла. А, нет, это я в окошечко выпрыгнула. Так, мне интересно, здесь нет? Ага, тут есть задание. Кажется. Нет, 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 нет. Это рюкзак с вещами. У меня есть городской знак. Отлично. А, вот мне дали лук, но мне не нравится лук. Я хочу арбалет обратно. Что делать, интересно. Так. Крестовина не переключается. Обидно. Ну ладно. Обсуждение колды в чатике пишут слишком там всё резко. После баттле. Да вот нет. Я, например, сейчас скажу. Я, например, в баттле люблю режим, где нужно постоянно месить друг друга на маленькой карте, как, например, в доках. А, поняла. То есть, и там в баттле что-то жилистое. Я нашла что-то жилистое. Это памятный сувенир, который будет напоминать мне о сокрушителе. Мне такое ощущение, что это предмет для крафта я нахожу. А ещё тут меня немного смущает, что неизвестно, куда идти. То есть... Ой. То есть, можно пойти... Ой! Я думаю, рано или поздно тебе дадут карту какую-нибудь. Я упала, и мне говорит, парню лучше смотреть под ноги. Ну да, верно. Ух ты! Щитом можно отражать шары, которые в тебя пускают. Как в транзисторе, мы тоже тут не знаем. Что произошло. То есть, парень просто очнулся на развалинах, и всё. Я смотрю, сценаристы любят этот ход у них. Ну, почему нет? Почему нет? Узнавать то, что произошло, интересно. Так, пишут то, что выцепите Гуфовского из Хардстоуна. Я думаю, это сложно. Он тоже меня достал. Я ему сегодня как раз... Он постоянно играет в Хардстоун. Постоянно. И тоже как... Приходят уведомления в стрим. А в нам опять... Хардстоун? Да, сутками просто. Ужасно. Я уже скучаю по временам. Когда вы играли в колду. Да. Вот так вот, цепите его. Вау! Напиши ему то, что ты научилась играть. Но это неправда. Нет, я лучше... Я лучше напишу, что я не научилась играть. Мне нужна помощь. А, ну да, в принципе. Или так, или... Ой, кажется, скоро я сдохну. Хотя вполне возможно, он может сказать, иди нафиг, у меня есть Хардстоун. Мне не нужны женщины, у меня есть Хардстоун. Ну да, это в последнее время много кто говорит. Ну не... А, вот Кузьмич пишет то, что я написала Алексу. Все, Кузьмич, теперь только от тебя зависит. Кстати, ты можешь научить и меня играть в колду. Я тоже не умею. Ага, ну все. А потом говорят, что бабы геймеры на самом деле ни во что не умеют играть. Не, ну во что-то... Во что-то действительно не умеем. Я просто никогда особо не заморачивалась на колдах. Нашла виногурню и арсенал. Куда идти? Конечно же, бухать. Кузьмич пишет, тебе придется выйти за него замуж. Но я думаю, ты готова пойти на эту жертву, чтобы выцепить его в колду. А, выйти замуж, чтобы вы... Чтобы поиграть в колду? Да. Ну, это как брачный договор, пожалуй. То есть, каждый вечер мы обязаны играть в колду. Если условия не... Как бы... Не... Как сказать? Не оплошать? Нет. Если проигрывать, то наказываем, да? Ну, да. Я думаю, способ наказания за победителем. Нормально. Напитки дают пассивные бонусы. Что там? Да, тут... Вот как раз у тебя сейчас в стриме показано, что можно... Что это за... Магнила? Или я правильно прочитала? Ну, то есть, это магни... Напитки дают как раз пассивные бонусы. Вот я выбрала Сидор Брызга. Плюс здесь максимальное здоровье. Мне интересно, у меня такой плохой звук это, потому что это комп или потому что... Может, у меня что-то проблема? Или, может, у меня просто мой чудесный лучистый голос так через стрим плохо передается. А, ты про себя только? Про меня всё ок? Не-не, ты в порядке. Ну, как мило. Надо будет проверить их на ПС-4, в конце концов. Клукомёт. Собственно, вот, тут можно выбрать, как раз ответ на вопрос мой заранее, ранее названный, можно выбрать... В плане? Можно выбрать оружие. То есть, вот мне не понравился лук, нам нужно долго натягивать тетиву. Мне понравился арбалет, ну, то есть, тут это называется кулакомёт. Ага. Кстати, вот потеплеет, думаю, они пойти ли учиться стрелять из лука. Я тоже, я только не про потеплеет, а сейчас я закончу свои курсы, да, я сейчас немножко учусь, не скажу-ка на кого, ха-ха. Я пойду учиться в конце января, но не скажу-ка на кого. Да, у меня как раз курсы закончатся в конце января, и я думала, нашла клуб, который занимается учёбой на... обучением стрельбы из лука, обучением фитованию, причём не такому, а театральному, то есть, то, что мне нужно для госплея как раз. Угу. И езде на лошадях, прям... Блин, здорово, я тоже туда хочу. Да у вас в Москве наверняка таких много. Это у нас один-два и обчёлся, и всё. Ну, мне кажется, у нас они по большей части по отдельности, то есть, отдельно клуб с конями, там где-то на севере, отдельно клуб со стрельбой на юге. Ага, и третье действие, это у нас что-то типа, я не знаю, такое мощное действие, это может быть гихарь и может быть град стрел. Для этого нам нужен напиток, который мы собираем. Это умение, третье умение, то есть, первое, это обычный молот, второе, это стрелять. А третье умение, на которое используются бутылочки чёрного какого-то напитка, тоже можно выбрать. Куда идти-то дальше, интересно. О, это чёрный тоник, какой-то чёрный тоник. Только опасно с этим вихрем, блин, всё-таки я его не буду, наверное, экипировать, потому что... Экипировать. Потому что очень велик шанс свалиться с обрыва. Ты и так падаешь. А я и так падаю, да. Это секретный навык называется, оказывается. Вот есть обычный навык из стрельбы. Тут пишет то, что Алекс теперь топовый стример и хитёр по всему миру. Эээ, прям по всему миру? Ну, он на самом деле очень ответственно к этому подходит, он постоянно стримит, то есть, молодец. Не, ну, меня просто я удивилась именно то, что он в плане, он прям по всему миру. Вау. Ну, интернет нынче... Будущая наступила. Если ты известен в интернете, то... Ну, прикольно. Известен уже не только в своём регионе, но и везде. Аааа... Нас... Нам пишут то, что, видимо, Elder Scrolls нас ничему не научил, потому что стрелять из лука верхом на лошади нельзя. Ну да, это сложно. Будь бы у меня рыжие волосы, могла бы представлять то, что я какая-то рыжая девочка Мериды из мультика Brave. Ааа... Ооо... Ой... Нашла свою на... нашёл мальчик свою наставницу, которая учила его хорошим манерам. И... А она в камень обратилась, что ли? Или это статуя? В общем, я её кулаком разбила. Блин. Надеюсь, мне это не овкнется. О, господи! А почему она исчезла? Не знаю. Я её... Долбанула. Ну, молодец. Она тебя манером мучила, а ты её кулаком... Ну, она уже труп! Она уже какая-то стартая. Отговорки-отговорочки. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я вообще сейчас путешествую. Ой-ой-ой. Стреляйте лучше из дробовика. Да, мы бы рады, но мне кажется, у меня плечо, не знаю, в другую сторону отлетит от этого дробовика. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче! Я сейчас спамру ведь? О, у меня есть бутылочки, слабого. Такая, ничего, мне нравится, хорошая, активная игра. Ну, она прям напоминает... Точнее, скорее всего, транзисторы, наверное, напоминают её, когда там вышел позже. Ну, она такая, не знаю, более мультяшная по стилю. Более простой, кажется. Ну, да. Но мне нравится то, что здесь она... Не замысловать, вот, то слово. Более красочная в плане цветов, потому что у транзистора, как мне кажется, всё же немножко была гамма порой... Ограниченная. Да, ограниченная. Ну, то есть, такие зелёные, синеватые тона, вот это вот всё. Хотя там и сеттинг другой, так что, пожалуй, придираться не стоит. Я нашла что-то тяжёлое. Это сплав. Я так поняла, тут ещё можно. Видимо, сейчас будет босс. Ой, такие милые! Господи! Они такие милашки! Что, боссы? Да! Ты сейчас увидишь, я хочу такую игрушку! Обалдеть! Они вообще милашенькие. Ну, тут спрашивают, есть ли... О, господи, как мило. Серьёзно! Когда в них стреляешь, они уменьшаются. Что спрашивают? Спрашивают, есть ли в Steam и в Mac-версии этой игры. Я думаю, что да. В Steam и в Mac-версии? Ну да, наверное. Ну, игра, кстати, вышла на ось. Давно уже. Но у меня там её нету. А здесь вот она в Steam и есть. Поэтому, собственно... Я на самом деле стараюсь, если игра вышла на ПК и на планшетах, то стараюсь всё-таки использовать планшет. Потому что там не так много игр, а мне нравится играть на планшете. А мне как-то не особо. Но мне очень нравится вечером, перед тем, как, ну, например, лечь спать, поиграть пару минут 15. Вот я, кстати, играла до того, как её удалила. Очень много игрок из мяча, то есть, в которой он игр... Не знаю, кем он работает, на самом деле. Но... Я так поняла, то ли они локализаторы. Расскажи в комментариях. Warspair, по-моему, называется. Игра. Это Морпг. Морпг, он такой прям стандартный. Но пиксельный. И оно довольно миленькое. То есть, прям реально милашное. И мне понадобилось место на планшете, и только поэтому я её удалила. То есть, если бы не это, то я бы продолжала играть до сих пор. Это, кстати, единственный... Сейчас, секунду. Единственное, что меня удерживает от игр, на которые подсаживаешься. Мне в поездках часто нужно место для видео. Я их удаляю, игры. И только так я могу остановиться, играть. Я, например, очень много времени потратила на планшете в игру Sims. То есть, я пока в неё не играю. Играла только в первую давно. Мне очень понравилась она на планшете. Я создала друзей и мутила мутки. Ну, создала, как бы, копию друзей и мутила мутки. Да, если бы всегда можно было копировать друзей. Это было очень смешно. Да ничего, ничего. Мне очень нравятся всякие такие дешёвенькие онлайн-приложения. Или ещё что-нибудь типа того. То, что там, типа, там, добавьте своих друзей, пригласите друзей. А у некоторых есть функция купить друзей. Мне всегда это так нравится. Очень-очень... Ой, я упала в какой-то бастион. Я думала, я умерла. Это, видимо... Что это? А, это, видимо, странно так называется. Окей. И, собственно, да. Я очень много играю во всякие трешовые игры на iOS. Там попадаются очень классные. Ух ты! Я нашла автора голоса. А, хорошо. Тут в чате пишет один товарищ, можно ли тебя сделать погромче. Меня. Нет? Меня? Да, тебя. Проблема. Ну, я попробую, но не думаю, что... Что-то получится громче. Попробуй. А если вот так? Мне сейчас тебе громче стало слышно? Ну, незначительно совсем, скажем так. Так. Сейчас попробую что-нибудь ещё придумать. У меня микрофон тут прямо просто перед носом. Сейчас ещё ближе прям, не знаю, в рот тебе затолхаю. Раз, раз. Ну да, вроде сейчас громче. Вот так вот лучше, да? Ну, в принципе... Мне кажется, что да. Я могу сейчас даже по-быстрому показать, как это выглядит, я не знаю. Давай. Вот так вот. Я на лампу свою повесила... Ой-ой-ой, теперь меня совсем не видно. Ай. Извиняюсь за такие. На лампу, которую мне рабочий стол освещает, повесила микрофон и так разговаривала. Модненько. Модненько, да. А ёлочку-то нарядила? Я её даже не купила, я сегодня наряжала ёлку у родителей. Вот, поэтому... Когда свою я буду наряжать, я не знаю. Как мне стыдно. О, тут историю рассказывают. Я какой-то знак нашла, это символ бастиона. И ядро нашла, минерал. Но мне сказали просто помести его в эту непонятную штуку и посмотрим, что произойдёт. Отлично. Так. Ну, окей. Один товарищ тут рассказывает, что он пробовал играть в Симс, и его интерфейс опугнул за одну минуту. А в какой он Симс пробовал? В первой? Не знаю, он не удачнил. Не знаю, я как настоящая женщина играла в Симс. И не один раз, так что, по-моему, там ничего несложного нет в интерфейсе. Нет, я в детстве очень много играла в первой Симс. Но игр у меня не шутка много было. Поэтому, собственно, выбора никакого не было. У меня были всякие русские квестики, которые мне нравились. Мне только парочка. Квестов у меня максимум, что были братья-пилоты. Да, это было. У меня ещё были всякие пески Василия Ивановича. Вот да, у моих одноклассников они были, но мне как-то поиграть не довелось. Точнее, один раз я играла какую-то, наверное, третью часть. Почему-то я помню, что это была третья часть, и мне как-то не зашло. Ты сейчас про этих вот Петьку, да? Да, про Петик. Ага. Ну, они с третьей части начали спускаться в яму. Угу. На дно. На дно. Поэтому, в принципе... Ну, самое хорошее, на мой взгляд, это первая и вторая. Там и стиль совсем другой вообще, как бы. Угу. А начиная с третьей, они хоть по хапшину опустились, и я разочаровалась. Так, сейчас, секунду, ещё сделаю кое-что. А я вот очень много играла, собственно, вот в этих братьев-пилотов, которые... Я не прошла до конца одну часть, вот, Проклятие Серого Слона. Или как там его звали? Или Тайна Серого Слона, пропажи? Вот что-то такое. Я не помню. И там знаменитый момент с холодильником, может быть, ты помнишь? Который никто у нас... Не мог открыть? Да, никто не... По-моему, я тоже застряла на этой головоломке. Да, и без прохождения. Оказывается, потом мне писали, что это, на самом деле, очень легко. Ну, тогда-то это было сложно. Да. А у нас ещё был мальчик вредный, который говорил, что прошёл. Но не помогал другим. Да, и говорил, ну, я тебе не скажу, сделай мне что-нибудь приятное. Фу! Да я шучу, это было, ну, как бы, смысле... Ему шоколадка на тот момент нужна была, а не больше. Хорошо, хорошо. Но фиг их знает. Ух ты. Вот, и, собственно... На этом у меня знакомство с ними закончилось. А, да, вот тут ещё пишут, что Кузя был клёвый. Кузя! Боже, как я не понимала! Я думала, что это за магия! Чего? Ну, когда вот был Кузя, который по телевизору... Ну? А, типа, как люди звонят и играют? Я вообще была в шоке! Ну, то есть я была маленькая? Ну, только потом я поняла. Ну да, мне тоже было интересно. Я тоже так и думала, что... Я помню, когда они ещё обещали там в качестве призов коврик для мышки, я думала, они обещают коврики для мышей, которые живут у тебя дома. И там не знаю, что у них есть норки, и что можно коврики подкладывать. А, это очень мило. Ну да. Я тогда не знала, что есть мышки у компьютера. Тут спрашивают, это прикол или Амику правда аж почти четверть века годиков? Амику, это прикол? Что? Это правда то, что у тебя почти четверть века годиков? Это много раз? Ну, в общем, мне двадцать четыре стукнуло. Так что не так всё страшно. Не знаю, сейчас я пытаюсь себя тут настроить. Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Я вам тут как раз на пол экрана себя сделала, случайно. Всё, теперь всё нормально. Ну почему вы так спрашиваете, это разве много? Да нет, это не много, чё ты паришься? А, ты наконец решила вывести себя на пол экрана? Нееет, мне нужно было настроить свет! Из-за того, что я микрофон тут настраивала, мне нужно было... Блин, он на светильнике, я же говорила. Из-за этого я очень теменок выглядела. Сейчас, блин, я стыдная. Ну ладно, чё подумаешь? Это ж я стебу. Ну ладно, сейчас я выберу, чем тебя экипировать. Да. Так. Страхаром? Когда вы возрождаетесь, все окружающие... О, отлично. Нет, Сердцепуни... Сердцепунш! 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 Сердцепунш называется. Мне больше нравится страхаром, страхаром это я по утрам. Страхаром? Нет. Страхором какой-нибудь ещё. Это когда... Да. Вместе просыпаемся по утрам. Ладно. Тут пишется, что я думал, что Амико ещё даже и 20 нет. Так что видишь, не так всё плохо. Я не знаю, на сколько это плюс, на самом деле мне иногда максимум дает 15. О господи. Да. У меня есть знакомая летсплеерша, которой 16 лет, и люди думают, что... Мы в одном кастбенде, и люди думают, что мы погодки, и что она даже меня старше на год. Я надеюсь, она не обижается. Нет, ей приятно! Понимаешь, она ещё в том возрасте, когда приятно, когда ты... Тебе думают, что ты старше. Ой, бедный, невинный ребёнок. Не то, что мы. Да уж. Амико-школьница вообще, да. Ну да, есть такое. Что? Так, ух ты, я летаю. Сейчас посмотрим. База, то есть экипировку. Всё вот это прочее можно делать на базе. Мы вообще про игру забыли. Ага. То есть я, по сути, возрождаю страну, я так поняла. Или страну, или деревню. Ну, то есть на тебя лежит великая ответственность. Да, и то есть я проснулся и понял, что что-то... Школа ламика. Что что-то пошло не так. Ауч. И каждый раз я падаю рожей вниз просто. Разве это правильно? Ну, ничего страшного. На улице сейчас снег, слякоть, лёд. Это не впервой. Я имею в виду, вот этот пацанчик, он падает постоянно. Ну, да, я же говорю всё как в жизни. Карина мне сейчас написала, когда ты так... Когда что? Очень смешно. В общем, Карина мне написала, что когда я пишу релакс-стрим, когда ты так пишешь, я сразу думаю об онлайн-эротике на вебку. Не так это надо произнести. Я сразу думаю об онлайн-эротике на вебку. Что ты делаешь? Сегодня никто же не заснёт. От страха? Да, именно из-за этого. На самом деле, просто мне понравилось это слово, когда кто-то сказал, что я слушаю вас. Блин, мне сейчас кажется это таким пошлым. Ну, типа, я слушаю вас и релаксирую. Но я верю, что чувак имел в виду только самый хороший. Да, самый хороший релакс, самый приятный в смысле. Да, а ну. Что-то я не хочу идти к помойке. Ладно, вернёмся. Иди к помойке, будь бомжом. Нет, но тут вот как бы ты выбираешь направление, и земля как бы подстраивается под тебя. Да, мы видим. Угу, вот. Галлея мусороглотов. Галлея мусороглотов. Да. Я такая... Угу. И, собственно, у нас такие спокойные стримы получаются, что... 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 Это название реально очень подходит. Ну, то есть мне как... Мне так кажется, что... Вот есть у нас стримы, где я стримлю, как мы играем вместе, то там обычно от боли садомия какая-то. То есть это оры... Постоянные. Визги. А? Визги, оры. Визги, оры. Да. Визги, оры. Сейчас... Их... Что? Я тут говорить-то ели могу, а тут... Да. Ну да, она и так кашляет. Нет, сейчас I don't know. Я н... Ирру... Ир... Ирру... О, я могу! А ты... Ты представь, то, что ты доктор Зоидберг. Не, то так что ли ли? Уы-уу-у! И так? Уу-уу! Я не знаю как он говорит, он не рычит даже. Он что-то вот... У-у-у-у-у-у-у! У-у-у-у-а-у-а-у... Ух-у sättакалет! кричать что за пошлые намеки что-то мне не нравится этот меньше ладно а я поняла надо же эту штуку мочить так раз два три привет да так сейчас одну секунду еще раз ух ты ой они то есть помнишь как в транзисторе были вы такие милашки 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 транзисторе мне больше всех нравились дамочки дамочки которые откладывали яйца и получали все как в реальной жизни ну так вот там было помнишь умение в виде сердечка ты делаешь дружественным монстром и вот здесь тоже можно зелье сделать секретный навык тем что ты приручаешь и у них такие хорошенькие сердечки над головой такие прям милашки милашки а да я вижу как мило эти летающие запятые до летающие запятые тебе вы чая побольше пить сми а я вот пью без меда правда из моей любимой русски на мой чай уже остыл но ты еще жарче подыши и не знаю а блин я выпила случайно или нет все нормально кого чего кого выпила а сейчас подожди ну зелья восстановление жизни так вот простой говорила жарче подышать а мы про при релакс стримы я не успела договорить ну вот а есть вот такие миленькие стримы где я выбираю какие-то спокойные игры о господи от какой-то да спокойно а выбираем стараясь выбирать спокойные игры ой я себя слышу да это я сделала на 5 секунд погромче чтобы послушать хотя бы со стороны сейчас я сделаю обратно потише смыто сетов стримы ну все я просто менял микрофон потому что меня мой голос бесил и ясно да и хотелось послушать как оно чертов микрофон от sony ахаха вот тебе это не анти пиар так что нет микрофон от sony тоже хорошие короче не слушайте меня а я себя слой то есть слышу опять так сейчас сделаю еще тише все вот кстати с тем микрофоном такого не было но видимо этот очень чувствительный и все равно себя слышу да шо ж такое а все я поняла я не то регулирующая и походу эти сердечки бесконечны то есть то есть чувак до сих пор жив и ходит со мной все теперь по идее должно быть нормально сейчас узнаем тут спрашивают болеешь ли ты ну да по идее амика болеет да я болею вот буквально в четверг заболела бедняжка но я уже выздоравливаю потому потому что усиленно лечилась все выходные играла волос да играла в инфеймос как я болею всегда я вообще на самом деле люблю болеть ну да баба болеть прикольно когда ты учишься надо вот мне сейчас как раз курс но когда работаешь это не так прикольно и в общем играла в инфеймос первой прошла его наконец таки более на 5 не то нажал отврат отврат я себя слышу да шо ж такое ты имеешь ввиду стрим слышишь или у тебя себя слышу то есть через твой микрофон то есть он очень чувствительный и ловит то что я говорю то есть то что ты слушаешь я просто не могу понять что именно потому что но ты у меня в моих наушниках а стрим у меня как бы ну да она вот в наушниках то что в общем из наушников слышно странно ну то есть это вот толк самое про что говорила когда мы подкасты а ну и ладно я поняла но сейчас попробую что нибудь с этим себя я упала опять парень не устоит напоминать себе что надо смотреть ну да мне не нравится совершенно тот набор который я сейчас получила оружием то есть вот это оружие ты находишь и она сразу автоматически экипирует эки блин эки куда а и вообще и меня ну совершенно не нравится и поэтому часто умираю а поменять насколько я поняла можно только на базе то есть то собственно то что там где ты отстраиваешь да слышу 3 и пропал я осталась одна хорошо что здесь есть авто прицел конечно не понимаю но ладно спасибо за пожелание вздавление микрофон очень чувствительный да он расстраивается когда его обижают вы вообще за игрой следите мне интересно так а вот теперь я слышу тебя да ну нормально надеюсь наверное сейчас ничего не слышу потому что я молчу на фоне я имею ввиду так матери я нашла кузнечуцу и здесь можно что-нибудь сделать так улучшение молота матери материал для улучшения молота для улучшения и для мачете так я буду делать ухты кубики надо кидать что кидать куда ухты прикольно все ура кажется все нормально я просто сначала выкрутил чувствительность на минимум и ты меня вообще видимо не слышала теперь в общем зря ты потрогала потрогала ковосе кого себя и микрофон ну зря начала что-то делать потому что тебя сейчас слышно и к тому же шумит микрофон вот а изначально все было очень хорошо вот теперь я тебя в стриме слышу очень хорошо то есть не тебя в скайпе тебя в стриме а в скайпе скопитесь слышу нормально так чем проблема стрим который у тебя идет на ноутбуке я понятен хорошо сейчас я это исправлю так зазублены края атаки калечит прикольно и денег у меня на не осталось да вот оказывается зачем нужны эти голубые души или кристаллы которые я не понимала зачем да сейчас мы ищем ядро который помог он такой немножко смазки и что да ты такая пошла я вообще ничего не сказала ну меч смазу сейчас все замечательно и кстати не знаю что ты сделал может даже ничего я просто переключал звук и опять упала теперь новую девочку услышал кристина привет но я не новая я старая нет я не старая но я все та же да кристина у нас давно уже какой подсал богу хихихи какой уже не помню сколько там было очень много уже стримов было как минимум десяток мне кажется ну да возможно так что да она у нас не новая по акцентирую еще внимание на это давай ага нашла ядро который помогает мне восстанавливать город но она забыла любит ли они конечно весь этот нарратив то есть персонаж идет дальше по сюжету и другой персонаж все это сопровождает нарративом что в в этом густе они очень больно бьют теперь гор ой 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 какие классные серди у сердечки уж я не могу но они такие миленькие такие хорошенькие как мило но то есть игра вообще в принципе довольно только ну да она не кажется что японцам очень понравится есть мне кажется что они должны вполне возможно таки я нашла ядро из которого как раз что кстати обновила вишлист на новый год да у меня и так вишлисте овер дофига овер дофига да то есть там штук 80 тайтлов тайтлов я хотел сказать не знаю подходит ли это слово сюда возможно и нет больше наверное штук 200 для у меня вишлист вконтакте в виде альбома и он скорее не то чтобы вот вишлист то что и мне нужно подарить а скорее так сказать ну так типа то что гипотетически хотела бы да что я бы хотела если не в подарок но сама себе купить да что-то типа напоминания что ли у меня есть вишлист на амазоне но там по большей части книжки 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 да я помню твою страсть окей вот я нашла ядро с помощью которого я могу строить на базе какие-то вещи вещи здания вот кузницу или арсенал так что кузница для того чтобы улучшать оружие арсенал о это то что мне нужно это как раз та штука где нужно выбирать оружие а мне как раз это и не нужно саундтрек здесь писал тот же композитор даррен корп что и в транзисторе приятно ну я слышу он вообще прекрасный надо будет потом и к бастиону саундтрек послушать зеркальный щит прикольно техника позволяющий некоторое время автоматически отражать атаки противника но и наносит град стрелы возьму клокомет точнее молот а здесь клокомет тут задают вопрос чате что подарить отцу на новый год та же проблема подарите ему диск джо кокера ахо кстати да мне мама сегодня рассказывал как ей грустно ну да вот у меня тоже папе просто он нравился все время ну я имею ввиду песни я решила то что в принципе неплохой подарок да неплохо пишут то что этот композитор даррен корп в реальной жизни очень забавно и не можешь не умилиться когда его видишь надо будет погуглить его фоточки поэтому он принимает участие в таких играх да ну да теперь у меня есть животинка слышишь ее зовут брызга это вот это вот запятая червячочек с сердечками теперь она будет жить на базе прикольно она такая хорошенькая когда ты с ней разговариваешь ну нажимаешь на нее ее можно погладить она начинает крутиться ну как собачка которая за хвостом бегает вот но я ее очень много раз так ну нажала на нее чтобы она покрутилась и теперь она на меня обиделась и голос за кадром вот этот вот незнакомец такой говорит дай бедняге мне немножко передохнуть хе-хе-хе ну что поехали дальше восстанавливать город ой хе-хе опять упала можно знаете дрингейм пить каждый раз когда амика падает или ну в общем невнимательно хе-хе пить шоты да опьетесь я думаю быстро а тут спрашивают какой фильм в этом году затащил исчезнувшая все еще лучше или что-то отбилось по эмоциям сильнее ну да для меня наверное исчезнувшая пока что сама лучше ну я еще довольно многое не посмотрела и планирую в ближайшие дни посмотреть еще всякое разное в этом году то есть я хотела посмотреть например отрочество великий уравнитель всякое разное ну я много чего не смотрела поэтому ну ладно я хочу как-нибудь засесть перед телеком и все это загрузить быстренько ой хоббит кстати до сих пор не посмотрел я тоже но я думаю в киношку еще успею сходить туда так какое-то отвратительное растение с колючками оно меня бьет ой я опять упал что-то я неловко очень ух ты интерстеллар нет ой я его так и не видела ха 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 а мне не понравилось ну как бы как мне в принципе понравилось но это не фильм года совсем для меня по крайней мере но ничего страшного если это фильм года у кого то из вас но это вполне можно ну ай 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 сейчас сдохну ведь один товарищ тут пишет то что посмотрел вчера исчезнувшую и че то депресняк начался он вообще у нас я в кино смотрела в зале такой шок шок и молчание такое я так я еще немножко посмеялась что типа люди так так вас переняли ну то есть реально все начали вставать и гробовое молчание исчезнувший это было очень а у нас после просмотра зал поаплодировал ой это тоже очень мило ну я честно говоря не особо люблю когда все аплодируют всему подряд но мне кажется исчезнувший не тот фильм которому нужно аплодировать почему он натолкнул же себя на определенные мысли он заставил тебя задуматься ну мне нет я имею ввиду что вот гробовое молчание куда более а ну да тэк правильные ракции более правильные реакции а тут получается такой конец и все таки хлопают и ты такой хехitte я в этом смысле имею ввиду как то я после этого кстати сейчас пересматриваю все фильмы а финчера получается а пересмотрела или смотрю который не видела Пересмотрела игру Которую я смотрела в детстве Вообще потрясающе Что еще? Сейчас тут у нас что-то пошло не так Что-то недавно посмотрела А, девушка с татуировкой Дракона Я хотела с тобой это обсудить Да, вообще обожаю этот фильм Потому что Мне он понравился меньше Чем шведская версия Жалко По-моему он гораздо более атмосферный А вот мне кажется, что наоборот Шведская версия она более атмосферная Ну а Получается его фильм более Не знаю, голливудский Ну можно сказать и так Потому что вот даже начало Начало, кстати, вот этот вот ролик Синематик, который делали Он вообще потрясный О, да, я его обожаю Там и видеоряд, и песни И все так чудесно ложится друг на друга Я прямо буквально вчера Я его, кстати, добавила себе в контакт Как отдельное видео Надо будет пересмотреть и не знаю Вот, а я вот как раз посмотрела Ну там шведский фильм, он как один То есть два фильма как один И, собственно, посмотрела их Три фильма, получается, посмотрела подряд Да, я как ты и пять фильмов подряд смотрела Нет, ну, в смысле, на ту же тематику То есть один и тот же фильм же, по сути Сейчас, секунду Вот, и все-таки шведская версия Мне понравилась тем, что она как будто бы Ой, не так Более, не знаю, как сказать Более триллер То есть там вот это вот неловкое молчание Постоянное То есть там очень много тишины в этом фильме И мне поэтому Этот фильм Показался страшнее То есть Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Да, ты там сильно не отвлекайся Старайся, чтобы тебя не убили Меня тут убивают вовсю Ну, по-моему, в американской версии Она выдержана в более темных тонах Там очень такой проникающий в душу саундтрек Опять же, от Трента Резнера Как и его исчезнувший Офереть, что тут происходит Прости Ну да, что-то у тебя там, не знаю, Спарта какая-то Ага This is Sparta Ну да, это обычно сейчас пик метро в Москве Но здесь у тебя тоже нечто похожее Да, непростая ситуация Он издевается, наверное, по-моему Надо было взять здесь навык этот Приручение животных Да, было бы неплохо Вот здесь он бы очень пригодился А, да, кстати Вот я смотрела Бёрдмана, мне очень понравилось Это что? Это новый фильм Хосе Конзалес и Ньяриту И, в общем, ну, это такая комедия С элементами драмы, что ли, я бы сказала Драматическая комедия Ну вот Ну там очень много классных актёров Довольно забавный сюжет И снят он очень интересно То есть единым планом То есть там камера все время следит за одним актёром То за другим актёром То есть там очень редко доменяется план Ну вот Это очень редко это делается Такой ход Ну вот, игра в имитацию с Кумбербатчем Я ещё не смотрела, к сожалению Ух ты, и можно мины использовать Миллион способов потерять голову Я ещё не смотрела, к сожалению Это, по-моему, комедия с этим Сэтом Макфарлейном Который создатель Фэма Легая Но надо, надо У него прикольные комедии выходят Хотя этот, как его Тед Который с плюшом мишками Мне не все понравился Мне тоже Ну так, на один раз Да Довольно И конец довольно такой Не, ну конец мне понравился То, что они там пошутили Что этот противный жирный мальчик В итоге стал этим Блин, как я его зовут Короче, актёр Тайлер Как-то там Который играл оборотня в Сумерках Я имела в виду Тейлор Ну я, я, честно, не знаю Я имела в виду, что он Ну, довольно Обычный конец получился То есть Ну, так Ну, будет, кстати, по-моему, это Т2 Как, где он себе девушку Будет искать Наверное Мне такое ощущение Что он будет искать тебе девушку Ну, это один из самых основных Сюжетных ходов в сиквелах Так что, да Да Но если бы он боролся с чужими В сиквеле было бы интереснее Больше безумия туда надо Да Потому что, мне кажется А ещё я посмотрела ёлки О, такой Вот этот новый Который? Вот этот новый, да И чё? А мне понравилось Вот на самом деле Я как раз хотела сказать Что ёлки Это довольно неплохая Российская комедия Она тоже простая То есть Не ждите от неё Ну да В ней нет ничего инновационного Оригинального Но она вполне Смотребельна Мне нравится Что она добрая Да Но это в разы лучше Всяких Не знаю Что творят мужчины Вот это вот то Что выпускают каждый месяц Как там Самый лучший фильм Да Да В общем это в разы лучше Она очень Это очень приятно Несмотря на Светлакова Он там очень хорошо играет себя Ну от меня ещё пораз То, что там происходит Всё сто лет назад Вот Но я ещё не смотрела Ну вот я посмотрела первую часть Не смотрела вторую Как отсюда выйти Я пойти могу По лесенке Там закрыто? А, ну может разбить? Нет Ну вот Я вообще слаба на фильмы Про новогоднюю тематику Они мне почти все нравятся Даже если будет сюжет против хищника В Новый год Я всё равно буду этому радоваться А, я поняла Отсюда надо Улизнуть вот так Ну вот я ещё узнала То, что в этих новых ёлках Оказывается в одной из основных ролей И снимается моя бывшая одноклассница А, да Ты говорила И как? Ну да, я так удивилась Такая смотрю Вроде лицо знакомое Проверила по кинопоиску Такая Опа, она Думаю Нифига себе Ну и как? Она не бревно? Да нет Вообще Молодец Я её нашла Потом вконтактике Написала её личку То, что она молодец А, да Она мне не ответила Я не знаю Я вот тоже как раз Хотела спросить А на тебя это Типа ответила? А, нет Ну она вроде редко Заходит вконтакт Так что Ну пусть Зайдёт И увидит мою похвалу Вот Снова я в кузице Где можно менять О Всякие штуки Тут, кстати, вот Мужчина, который Незнакомец Который с тобой Разговаривает Очень уж Похож на То есть Точнее Меч Который Транзистор Очень уж Похож на Этого мужчину То есть Он также Комментирует Все твои действия Не знаю Зачем я прокачиваю Лупчик Ну ладно Вдруг Он найдется И И Ой Милашка Милашка Брызга Хе-хе Хорошенький Мм Тут спрашивают Тебе шмотки На че Они не нужны Что? На че? Ну куда На че На че Я не знаю Что Тебе видишь Предлагает Скажи Что ты тоже Снимаешься В стримах Да Голосом Снимаешь Мама Я в телевизоре Да Да Я вообще Популярная Медийная Личность Да Так Скажи Скажи Вот На выставке Хожу Меня все Ай Я опять Упала Я очень люблю Падать Где он Он в общем Сделал так Он тебя Закадрил Позвал В колду Пообещал тебе Гуфовского И убежал И убежал Так Что выбрать Закатный путь Казармы Сукрушителей Пристань А нет Пристань Это то что мы прошли Или Ранчо пузырей Конечно же Ранчо пузырей Пу-пу-пу-пу-пу-пу-зарей Пу-пу-пу-пу-зарей О Боевой мачете Дали Буду сильна Как никто Ух ты В общем Тут Оказывается Можно перезаписать Локацию Кнопочку Прямо на карте Ой 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 Это оказывается Что-то типа Испытание Как в транзисторе Помнишь? Ааа Челленджи То есть тут нужно было На время А я тут Рассматривать начала Ну да Ты аккуратнее Нет Я просто не поняла Что это Оно И я такая Боже мой Сколько запятых Наверное От любого редактора То есть я только На мачете Должна сделать А как я Как Как Блин Я бы тоже Хотела мачете А мы другу Подарили А мой один знакомый Пронес мачете На игромир Как? В куртке А там же Оно же металлическое Слушай Я не знаю Ааа Метать можно Понятно Но в любом случае Он это сделал А че меть И че он И че он Как Ну как видишь Никого он не вырезал Все фанатки Миши Коллинза Остались Живы Здоровы Чатики спрашивают Народ Как найти людей Которые захотят С тобой играть В умомошки А то играть Совсем не с кем Все друзья Отказываются Сейчас Секунду Так есть же Каминити Полюбэ Какие-нибудь Аа У нас даже Группа есть Своя Собственная Которая называется Она конечно В стиме Но Она называется Играем вместе Ну вот как-то Вот так Вот Чтоб ссылки Тут не было Не знаю Челец сначала Выполни Потом ссылочки Давай А И Мы там как раз Специально Можно создавать топики Искать людей Ну это если Вот Так вот Подходить к вопросу Ну как-то Вот мне не нравится Этот челлендж Он очень Меч нужно То есть Кидать И это делается Довольно Медленно Да еще И промахивается Несмотря на Но он быстрый Конечно Это круто Отлично Ну блин Что Что вообще-то Там пишут Расскажи Да ничего Здесь просто Написали спасибо Милый смайлик Не за что Обращайтесь Очень неплохой Голос у нарратива Да Мне тоже нравится Собственно Помнишь Какой был голос у транзистора Я такая прям О божечки Божечки Ну да Да Ну кстати У нас есть записи стрима Можете поглядеть О чем мы вообще говорим Или самим пройти Хороший игра Спрашиваю Будешь ли ты все еще Играть в батлу 3 Да Ну Да я думаю Да Да конечно Почему нет Ну вот Научи меня играть В колду Амик Ну пожалуйста Я не умею Ты слышала Что сказал Кузьмич Нет Ну конечно Мы можем кстати Собраться И даже Постримить это дело А вы будете Меня терпеть Нет Я к тому Нет Я имею ввиду Мы вдвоем Если уж Нас эти мужчины Бросили Ну надо Кузьмичу Постучаться Сказать То что Две женщины Хотят в колду Хотят ли они Составить Двух женщин В компанию В колде Вот И собственно Я имею ввиду С самим Можно даже Собраться Мне сказали Что за 3 минуты Я справилась Достаточно быстро ну ладно а он третий приз надо за 90 секунд что мне дали что-то острое здесь в этих локациях дают всяческие штучки для прокачки оружия забавно забавно как нам церемония the game award да-да-да 2014 согласно с победителем а я не помню кто там игра года по-моему этот драгон эйдж рпг года драгон эйдж лесбиянки года драгон эйдж я не знаю но мне на самом деле я не грамм она наверное согласна надеюсь они не испортили сандал можешь погуглить по-быстрому да я потом посмотрю уже как по конкретнее мамбл я не буду тут нас приглашать мамбл да там мамбли есть как раз люди которые собираются в игры играть там даже чатики но блин мне очень не понравились настройки звука в мамбле о чем там ну там вот у тебя микрофон чувствительная будет еще чувствительнее потому что вот свой через даже стрим если я буду усиленно долбить по клавишам в этого не услышать а в мамбле невозможно нормально настроить так чтобы слышно было хорошо меня и не слышно было бы клавиши ухты пол падает от того что я на нем захожу ты тяжелая я думала что хотя бы в игре нет я буду легче от жизни не убежишь а как вернуться я хочу остальные пособирать но бегай кругами нет пол падает а ой но не здорово да обильно ну ладно ты аккуратнее не свались ненавижу штуки кстати когда вот нужно пробежать по падающему полу или когда за тобой катится шар или вот ну вот эти вот все штуки или прыгать по платформам вообще ненавижу это у меня с гарри поттера такая боль очень долго там этим занималась бегала по полу ну там вот куча таких вот чтобы упала чтобы пройти нужно двигаться быстро я честно говоря плохо помню такие уровни в гарри поттере я помню всякие флиппендо сектус эмпра очень много выходов очень много было аркадных вот этих вот всяких штук очень много но она была сама по себе такой достаточно стандартной аркады но она все равно была очень приятный плане я люблю я думаю может пройти слушай давай и застримим давай давай мне как мама отлично я некоторое время назад собирала игры то есть как раз под по гарри поттер то есть у меня сейчас довольно приличная коллекция правда все они пиратские несмотря на давай первую или вторую давай сначала ну да с первую отлично мне кажется весь стрим будет на рейтинг состоит из того то что мы будем постоянно орать гарри поттера я так рада мне то что кажется я помню даже у меня была сессия на каком то курсе я решил то что нахер ее сессия буду гарри поттер перепроходить упал я как обычно вот я только думаю что как тут можно вернуться назад наверное как давай проходить гарри поттера но мне опасно самом деле затрагивать эту тему потому что я буду просто мясносный фанаткой ну и что игра мне очень нравится если мы вернемся к этой теме внезапно вернемся к теме игры мне очень нравится чем миленькая оба на оба на что за от так 7 гарри поттер шутан что серьезно фу я кстати играла в пять из них 55 все прекрасное она новое в плане то есть первые три были такими аркадами аркады очень много там было аркадных моментов где вот нужно перепрыгивать бегать на скорость все разрушать то пятая часть это чисто такой я не знаю как называется жанр где нужно ходить и просто смотреть на все то есть то есть пятая часть это такая спокойная игра где ты все чинишь наоборот я помню то есть если в первых четырех частях ты все ломал то в пятой ты все чинишь ставишь карт на место карты картины на место ставишь это за довольно забавно я в пятую не играл но мне все время было интересно все говорят то что она хорошая она очень хорош но она такая созерцательная то есть это отлично прямом смысле ты сидишь ничего не просто вот удовольствие получаешь от того что тут и ой от того что ты вот ходишь по этим локациям ой упал ладно сейчас так третья четвертая часть пишут то что были ужасными портами или иными играми нормально у меня третья я помню на кампе не пошла он был старый она не то чтобы знаешь ли новая ну да не я просто этого очень давно когда она вышла нет третья была хорошая игра я помню как не играла я играла больше всех а вот четвертая была отвратительная там было отвратительное управление игра была абсолютно черная темная то есть очень темно не было я помню я черт играл на псп мне не понравилось вообще на псп ну вот да четвертая была очень в принципе мощно постримить а проблема в том что лицензионные игры не купить смысле а ты пока про гарри поттера в том плане что по мою даже стиме нет их нет стиме их нет в оригине то есть игры от я многие из них я не помню какие точно буквально скажу в одиннадцатом году закончилась лицензия на них и их отозвали из всех магазинов то есть нет возможности купить лицензионную версию я видела на амазоне диски но они стоят там бешеных денег то есть коллекционные вещи уже вот может быть они на ebay продаются там за долларов десять мне это не там продается за долларов 50 или 100 то есть они дорогие что так мы очень так много ну потому что редкая штука редкое здание но попробуем таки можно попробовать я думаю такой знаешь я одену мантию возьму в руки волшебную палочку я тоже возьму свою волшебную палочку будем сидеть и игра и махать волшебные палочками да и каждый раз на заклинание взмахивать свои у меня кстати игра есть который я не играла на playstation 3 еще собственно вот с книга чудес который помнишь кладешь перезавой она называется а книга заклинаний то есть тоже по миру гарри поттера игра для детей конечно же но я как фанатка не могла пройти мимо и ты вводишь вот мувом по по воздуху как будто делаешь заклинания у тебя на экране телевизор отображается что это волшебная палочка это так мило вот к сожалению по стриме никак никакой возможности нет потому что на ps3 все 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 плохо с этим по моему же есть какой-нибудь capture девайс да но эти девайсы они все таками там двигаешься надеюсь нет почему двигайся я как раз подумала что может быть прикончить прикончить это все дело давай может быть еще 15 минут ну еще ну мам ну здесь просто у меня на счетчике час 33 а я люблю когда все ровно и красиво например час 45 чарс 35 час 30 а если мы не успеем ровно в часть 30 то это мы будем еще играть до следующего получаса и и а вот испытания они написаны ну давай испытание пройдем пару штук ну давай через минут 10-15 закончим ты так думаешь что я плохо играю настолько нет нет я не имею ввиду но я просто все время люблю такие числа округленные так сказать интересные ой тут тоже пол падает но тут задача довольно простая ты идешь пол падает ты убиваешь всех по пути проблему в том что он не может ходить пока стреляет но не сильная проблема на самом деле довольно ау довольно медленно пол разрушается то есть в принципе успеваешь да вообще ну то есть что-то мне кажется да довольно даже простым по сравнению вот стой ну кстати как тебе геймплей попроще чем утром здесь мне кажется да попроще то есть у меня тоже такие ощущения то есть тут ау 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 а вот тебе это ничего я на втором месте то есть по круто все четыре цели ну давай еще раз мне понравилось так буду тренировать в меткость и ловкость и сноровку точнее намного проще потому что многие штуки можно делать не думая то есть просто привыкнув тут не знаю но наловчившись уже такой знаешь механизм механическая такая поэтому мне проще кстати много говорить ну да по моему тебе в транзисторе было чуть-чуть сложнее потому что в транзисторе нужно вот именно она же пошаг но не пошаг она до более тактичная что да она с паузой получается и и там приходилось много самой на паузе быть оба-оба-оба не падай не падай не падай эх 55 второе место нужно 64 может еще раз попробовать это я спойлер у тебя же немножко стрим получать отстает но ничего страшного а у тебя еще только ну ничего сутка так зато я знаю что выиграл шутка такая была что типа соседи смотрят по телевизору а я по то есть кабельному точнее да я по кабельному смотрю соседи по интернету футбол то есть по кабельному быстрее получается потому что интернет тормозит от этого все и когда во время чемпионатов соседи предлагали даже мне денег заплатить чтобы я не орал гол заранее орал когда они еще только бедные соседи а у них только в будущем это получается вообще разочарование представляешь смотришь футбол да да такой весь на нервах да и тут сосед заметьте я это сказал самое смешное что я думала что я разучилась уже материться на а а я я я я нет я все-таки не пройду 56 видимо 54 56 это мой максимум обидно а это еще одно испытание на лук пройду но попробуй да ладно я в тебя верю на самом деле не люблю такие штуки мне больше именно сюжет нравится и проходить по нему это для фана ну почему не показать нужно поразить все мишени замы наименьшее количество выстрелов спрашивают девушки когда подкаст новый нам стоит уже но надеемся то что в ближайшее время да мы как раз об этом думали и вот думаем даже нам записаться наверное в субботу может быть получится нам записаться надеюсь тебя как субботу со временем но вполне нормально я могу пораньше встать если что ну вот да потому что записаться надо а вы пока кстати предлагайте нам темы потому что кроме вот игр года фильмы года фильмы года и вот и так далее разочарование года новый год что-то как это темы середнячковые так тут в общем именно такая логическая задача я думаю конечно что я не справлюсь не на логика ну ладно да ладно чем черт и не шутит 8 да наверняка это можно все за два кстати про твои футбольные переживания тут пишут то что подписан на официальный твиттер любимой команды они постоянно пишут быстрее чем у меня стрим показывает а ага от отстойно ну ничего у меня второе место то есть там три круто за пять выстрелов как можно это сделать за пять выстрелов интересно костюмы года у амика почему бы нет у меня всего два костюма но нет тех несколько нет за этот год а ну и что два костюма это костюм года один из них она увидишь призы получила номинация самый быстрый костюм это не лим номинация самый долгий костюм это фоллау ну я не знаю все конец костюм года так мы в принципе можем заканчивать я думаю мы показали немножко сюжет показали в целом геймплей да геймплей что как можно ставить куда как менять что с чем есть ну вот милое животное брызга который нас очень любит или нет потому что у нее пропали сердечки игра очень миленькая хорошая специально для приятного времяпрепровождения она вышла на айос вышла собственно пк по моему она есть на ps вити может быть я ошибаюсь конечно но по моему на ps вити или ps4 она тоже портировалась то есть она есть везде где можно поэтому поиграйте что еще можно посоветовать хорошего нового года я думаю наверно стримов уже в этом году не будет и да это получается последний последний стрим в этом году какая ответственность а я подошел революцию с это друг зулина блин а может заканчиваем я знаю я снимаю все привет рева рева а ко мне как раз домой пришла мама стучится в дверь вот видите как все сложилось ну что ж тем кто опоздал у меня всегда в конце стрима всегда есть человек который приходит и со всеми здоровается спасибо всем кто смотрел кто опоздал можете посмотреть запись и пока 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 до следующего года